Полуразрушенные балконы, обнесенные изогнутой металлической решеткой, на фасаде женские и мужские лики, лепные львиные головы и лавровые гирлянды. Этому зданию не нужен адрес, его имя расскажет больше, чем цифры на табличке или название улицы. Одна из известнейших достопримечательностей Евпатории – доходный дом городского головы Семена Изровича Дувана. Он был построен в 1908 году в стиле модерн по проекту местного архитектора Павла Сеферова. После гражданской войны доходный дом национализировали. С тех пор в этих стенах жилые квартиры. Если мы придем во двор дома, то можем увидеть непосредственно здание, в котором и жил сам городской голова Семена Изровича со своей семьей. Жил он не непосредственно в большом доме, а в небольшом флигеле, расположенном во дворе. Семен Дуван – один из самых ярких представителей самоуправления Таврической губернии. Меценат. Головой он стал в 1906 и сразу начал отстраивать город. За считанные годы из небольшой провинции Евпатория превратилась во всероссийскую морскую здравницу. Театральная площадь – административно-культурный центр курорта. Ее можно считать границей между Старой Евпаторией и Новым городом. Именно здесь находятся все основные достопримечательности, связанные с именем Семена Дувана. Сегодня, глядя на благоустроенные тротуары и здания, выстроенные в ряд, сложно сказать, что когда-то здесь была окраина Евпатории – пустырь. Дуван купил эту землю в 1907-м. Тогда же одна из улиц получила его имя. В настоящее время это предшеходная улица Евпатории, любимое место прогулок, как отдыхающих, так и жителей города. А ведь имя Дувана ей дали еще, когда он только первый год был городским головой. Да, вот это один из удивительных моментов нашей городской истории, когда еще при жизни человека улицу назвали Евпатории. Под управлением Дувана в городе провели электричество и телефонную связь, трамвайные пути. Строили больницы, школы и санатории. Первым серьезным проектом стало здание театра. Совместная работа архитекторов Павла Сеферова и Адама Генриха. Совмещены два архитектурных стиля. Здесь мы видим элементы классицизма и южно-русского модерна. А вот как понять, где что? Ну, модерн отличает богатство декоративной отделки фасадов здания, а для классицизма характерны строгие формы внешнего объема. Через дорогу здание с полукруглым фасадом, выполненное в стиле амфир. Библиотека Пушкина. Изначально она носила имя императора Александра II. Ее создали наличные средства Дувана. Вокруг этих построек в начале 20 века и начал формироваться новый район Евпатории. В сетях интернет размещено серии публикаций, посвященных Дувану. Также в музеях и библиотеках города пройдут выставки, тематические вечера, посвященные Дувану. В этом году Евпаторийцы отметят юбилей – 150 лет со дня рождения городского головы. Готовиться начали с конца февраля. Татьяна Балыкина, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова